ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Власти хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях понятие средней скорости движения, чтобы штрафовать за её превышение. Эта новость вызывает недоумение. Комплексы, фиксирующие несоблюдение средней скорости, появились на дорогах нашей страны, в том числе в Кировской области, несколько лет назад. Но, правда, на южном обходе Кирова и в других местах эти приборы давно убрали. Что же получается? Законодательной базы не было, а штрафы срубились с десятков тысяч водителей. Официальных комментариев по этому поводу не было и, что-то подсказывает, вряд ли будут. ТРАССА 101 Среднестатистический российский автомобилист получает за год от одного до пяти штрафов ГИБДД. 90 с лишним процентов взысканий, информирует издание «За рулём», связанное с превышением скорости. Столько же процентов участников исследования заявили, что сумма каждого штрафа у них варьируется от 500 до 1 тысячи рублей. 99 процентов респондентов не затягивают с оплатой взыскания, получая 50-процентную скидку. ТРАССА 101 У автопроизводителей, видать, всё плохо с деньгами. Они начали поднимать цены каждый месяц. Компания «Рено» снова изменила ценники в сторону увеличения после майского подорожания. Максимальная прибавка составила 25 тысяч рублей. К примеру, седан «Логан» стоит теперь дороже на 9 тысяч, минимум 714 тысяч рублей. На «Дастер» второго поколения накинули 13 тысяч. Новая начальная цена – 993 тысячи рублей. Всего за три месяца кроссовер подорожал на полтинник. ТРАССА 101 В Кирове открыли вторую точку, где можно зарядить электромобиль. Находится она на АЗС напротив Гринхауса на улице Ленина. Первая такая станция появилась в прошлом году на территории одного из автосалонов. По неофициальной информации, электрокарами в областном центре владеют порядка сотни человек. ТРАССА 101 Концерн «Калашников» сделает ограниченную партию электрических мотоциклов в стиле легендарного ИШ-49. Выпуск приурочен к 70-летию со дня начала производства модели. Электробайк весом 130 килограммов оснащен 14-сильным мотором, который питается от небольшого литий-ионного аккумулятора. Максимальная скорость – 90 километров в час. Ижевчане, добавлю, давно уже трудятся над созданием мотоциклов на электрической тяге. В линейке есть экземпляры как для гражданского использования, так и для спецслужб. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА 101